Пресс-конференция Эта своеобразная выставка наглядно демонстрирует перед всем миром, как реакционные круги некоторых государств представляют себе мирное сосуществование народа. Здесь широко представлены всевозможные предметы для дружеского «общения» с советскими людьми. Для шумно стреляющие пистолеты, быстродействующие яды, радиомаяки, подложные документы, шифры, чернила для тайнописи и даже перископ подводной лодки. Не многие обратили на него внимание, а жаль. История этого перископа уводит нас к одному драматическому эпизоду «Тайной войны». Это произошло в одном из наших южных городов в течение 10 с половиной часов, на берегу, ну скажем, Эннского моря. КОНЕЦ 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 К сожалению, мне уже пора. Куда? Ах, простите, техник рейтенал. Это, конечно, сплошная военная тайна, да? Ларочка, милая, не сердитесь. Но я человек военный, и спрашивают меня, куда я иду и зачем, не следую. Тем более, что это действительно военные тайны. И поэтому на сочвах не свидание. Вы считаете себя вправе бросить меня одну и уйти? Лариса, милая, но вчера вечером я еще ничего не знал. Но ведь вы останетесь. Произойдет что-нибудь ужасное? Ничего ужасного не произойдет, но я должен быть за час до, в общем, половины двенадцатого. О, а сейчас уже начало одиннадцатого. Ну что ж, не смею задерживать. Так. Я надеюсь, вы вечером будете свободны. Лариса. Лара. Ну, а сейчас бегите, не то опоздаете. До свидания. Какой же из тебя выйдет летчик, если ты даже воды боишься, а? И в кого это он у тебя такой храбрый? Уж не у мамы ли, а? У моей тихой Ольги даже ты можешь мужество подзанять. Да? Пойдем. Пойдем. Мамка спит. Ну, Оленька, нам пора. Только учтите, ровных четыре все должны быть за столом. Иначе обеда не будет. Почему такие строгости? А кто меня просил накормить гостя варениками? Я могу подождать. Но вареники... Ясно? Так точно, товарищ командующий. Так точно. Так точно. Так точно. Как только была перехвачена зашифрованная радиограмма и запеленгованное место передачи, я немедленно выехал туда с оперативной группой. Место, где вытекло масло и точка пеленга, совпали. Передача производилась из машины «Москвич», который простоял здесь несколько минут. При тщательном изучении следов протектора была обнаружена важная деталь – щербинка на правом заднем колесе. Эти следы и привели нас на туристскую базу. Владелец этой машины – шахтер Безбородько. Прибыл на турбазу вчера вечером. Так, что с расшифровкой? Да. Разрешите голосить, товарищ полковник. Радиограмма расшифрована. В ней адрес. Москва, 6, улица Горького, 12, квартира 30. Идите. Немедленно свяжитесь с Москвой. Выясните. Есть. Хороша машина. Фигурка хороша. Скрипка. Но играть на этой скрипке надо научиться как следует. Ее музыку слыхать на седьмом небе. Ого. Неужели так высоко? Официально потолок машины 20. Но у нас в частях летают выше. Великолепная машина. Скоро у всех ваших орлов посадите на такие самолеты. Успею бы вам только подготовиться. Машин уже в пути. Освоим. Я за своих летчиков краснять не буду, товарищ командующий. Несколько учебных полетов. И ручаясь мы постигнем все секреты этой новинки. Ну-ну. Товарищ командующий флотом, майор Карпенко к полету готов. Добро, Дмитрий Васильевич. Желаем успеха. Спасибо. Ну как, готово? Товарищ майор, самолет к полету готов. Баллон подключен, прибор показывает норму. Машину готовил лейтенант Дудник. Надеюсь, вопросов нет? Есть, товарищ Дудник. Когда вы хвастать перестанете? А у меня свое правило. Сам себя похвалю, другие поругают. Получается полный баланс. Порядочек? Пора. Удобно? Да. Стрела, вы готовы? Готов. Разрешите запуск. Запуск разрешаю. Запуск разрешаю. Не опоздай на вареники. От двигателя смотреть пламя. Есть пламя. resulting в облака. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Есть некоторые данные, товарищ командующий, очень неприятные Звонил Керженцев, предлагает вернуть самолет Что-нибудь случилось? Нет, но Керженцев просит, а я привык ему верить Прикажите, слушаюсь Стрела, 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 я Лук-01 Немедленно возвращайтесь на точку Немедленно возвращайтесь на точку Субтитры сделал DimaTorzok Вижу две цели Вижу помехи, вижу помехи Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не выходит у меня из головы Карпенко, неужели погиб? Субтитры сделал DimaTorzok Как вы себя чувствуете? Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А вот попробуй, смани вас на сушу. Это верно. Да только мне легче. Прощаться не с кем. Один я. А я думаю, одному-то тяжелее. Меня жена и ребятишки из всякой беды спасут. Лежит эта фотография. Мне кажется, у меня не одно, а четыре сердца. И потому я четыре жизни проживу. В каком районе сейчас находится неизвестная подводная лодка? Здесь. В этом квадрате. С момента появления она находится под нашим наблюдением. Чережуете под лодками? Нет, зачем же? Это делают гидроакустические приборы, автоматически передающие каждое движение лодки. Но и каковы же результаты этих наблюдений? В течение суток лодка оставалась на месте. Если не считать кратковременного всплытия в час ночи. Чтобы запастись воздухом, подзарядить аккумуляторы. Я думаю, товарищ командующий, в появлении подводной лодки и воздушной катастрофы с голубой стрелой, звенья одной и той же цепи. Это диверсия. Недаром же кому-то понадобилось знать день и час учебных полетов нового самолета. Да, кому-то не дает спать наш интенсификатор. В период его лабораторных испытаний вражеской разведке ничего не удалось сделать. Теперь же, когда голубая стрела пошла в серийное производство, задача облегчилась. Но все же сбить самолет еще не означает завладеть баллоном. Для этого надо знать место его падения. Это во-первых. А во-вторых, даже зная точные координаты, к самолету надо добраться. А лодка лежит на грунте без движения. Как вы это объясните, товарищ Керженцев? Этого, к сожалению, я объяснить не могу. Вот еще одна радиограмма. Время ее перехвата точно совпадает с воздушной катастрофой. Немаловажная подробность, товарищ командующий. Первая и вторая радиограмма зашифрованы одним шифром. Ипсилон шесть квадрат четыре. Это очевидно и означает координаты падения голубой стрелы. Карта у нас одинаковая, обозначения разные. Они уже знают, где заданула голубая стрела, и это пока их плюс. Мы должны опередить вражескую лодку, разыскать самолет и снять баллон. И найти Карпенко. Есть какие-нибудь донесения? Пока никаких. Отдан приказ по флоту о поиске. Оповещены все суда рыболовецкой флотилии. Он будет найден, если только жив. Давнее к путешествиям по нашим местам. Да вот уже три недели как осваиваю своего москвича. Сначала был на Кавказе, теперь вот к вам приехал. Переночевал ночь на турбазе, а чуть свет на пляж. Наш брат шахтер солнышко любит. Да, под нашим солнышком силы пребывают. Так вы, говорите, все утро пробовали на пляж. А как же, там мы позавтракали с соседями. Они тоже с семьями. Вместе загорали, купались. Ну, потом, конечно, пивка выпили. А кто ваш соседний знает? Фамилию не знаю. Да на турбазе наши кони рядом стоят. У одного москвича другого победа. И никуда сегодня на своей машине не ездили? Никуда. А что такое, товарищ полковник? Да, тут надо было выяснить одно обстоятельство. Извините, товарищ Безбородьский, что побеспокоили. А теперь отправляйтесь на пляж. Набирайте нашего южного солнышка себе на здоровье. Спасибо. Если что... Радиопередача властей у машины. Это нам ясно. Если шахтер Безбородько действительно ничего не знает, а я думаю, что это так, значит, кто-то очень ловко использовал машину, чтобы запутать следы. Искать надо в районе турбазы. Задача ясна. Будет выполнена, товарищ полковник. Идите. Ипсилон шесть, квадрат четыре. Где же этот проклятый Ипсилон? Как установить? За что зацепиться? Хорошо после такой передряги под родной крышей. А ты сам откуда будешь? С Гиева я. Так мы с тобой выходим земляки, а дед там жил. На Трухановом острове. Счастливый. Прямо с самого берега. А я с уроков бегал, чтобы лишний разок был тихнуться. На Десенку ходил? Раков искал? Были и раки. Все когда-то было. Ваша школа 67-я. Был у меня там дружок. Ваня Коропченко из 8-го Б. Огонь парень погиб на фронте. Случайно не знал? Не помню. Давно было. Может и школы уже нет. А ты что, давно дома не был? Давно. А что там делать? Родных никого нет. Погибли в войну. Теперь тут мой дом. Семья. Может подводная могила. Да ты весельчак. Взял бы, да в отпуск съездил. Походишь по Крещатику, подышь родным киевским воздухом. Особенно сейчас, когда каштаны расцвели. Красота. Была красота. А где она зараз? Что там осталось от того Крещатика? То есть как, что осталось? Ну да. Спалили его. Одни только камни и остались. Спалили, это верно. А ты когда в последний раз был в Киеве? Года три тому. А что? Уже отстроили? Да вроде как отстроили. О, я вижу, уже освоились. Вот познакомьтесь. Мы помощник. Товарищ Янсен. И по своему естественному подводный эскулап. Феномен. Будрит. Ставит на ноги. На ноги. Придется подчиниться. Ничего не поделаешь. Медицина. Ну, отдыхайте, отдыхайте. Где вас там носило? Я проплавал немало, капитан. На северо-востоке, в расстоянии полутора миль, мной обнаружен гидроакустический буй. Я не сомневаюсь, что такие же игрушки окружают нашу лодку со всех сторон. Вы следили, сволочи. Вы следили, сволочи. Это звуковая ловушка. Стоит сдвинуться с места, как нас тут же заперенгует с точностью до двух десятков метров. Что же делать, капитан? А может, пока еще не поздно. Вернуться. Вернуться теперь, когда мне известно, где затонул самолет. И баллон почти в моих руках. Шутите? Да мысли подали правильнее. Мы направимся домой. Первый отсек. Есть первый отсек. Подготовить к выпуску имитатор подводной лодки. Есть подготовить имитатор. Полный вперед, курс 25 градусов. Есть полный вперед. Есть курс 25 градусов. После моей команды «Пли» идти самым малым ходом. Есть. Аппарат «Пли». Глубина 120. А вы говорите домой. Наберите смужество, мой дорогой помощник. Теперь мы полезли в самую пасть противника. Аппарат «Пли». Аппарат «Пли» Эх, земляк, земляк Если бы знал, что тебя ждет Лучше бы не просыпался Таким образом, прикрывшись имитатором шума винтов Подводной лодке удалось уйти незамеченной на северо-восток Немедленно направьте 9-й отряд торпедных катеров Квадраты 42, 43, 44, 45 Есть Третьему отряду кораблей противолодочной обороны Организовать поиски вражеской подводной лодки В квадратах 31, 32, 34, 35 Субтитры создавал DimaTorzok Ковальская Лариса Игнатьевна Машина 29, 12 Да Права и техталон Сейчас Пожалуйста Приятно смотреть на такой талон Ни одного нарушения Похвально Ковальский Игнарион Тихонович Мой муж Профессор Ковальский Это его подарок В день моего рождения Ваш постоянный адрес Харьков Борочная улица Дом 15, квартира 77 Ну, вот и все Прошу прощения за беспокойство А к чему, собственно, эта проверка? Если это не секрет, конечно Законный вопрос Я работник местного уголовного розыска Три дня назад украли москвича Вот до сих пор никаких следов Так что извините, пожалуйста Служба Ничего, ничего, пожалуйста Всего хорошего Будьте здоровы Никакого профессора Ковальского Не существует Харьковский адрес Липа Москвич, якобы полученный ею В подарок от мужа в декабре Куплен в городе Баку У инженера по фамилии Соробян Это все? Нет, не все, товарищ полковник Это самая Ковальская Настойчивый ищет знакомство С офицерами нашего гарнизона Любопытно С кем именно? Сначала ее интересовал Грач Потом Карпов А сейчас она встречается С техником-лейтенантом Дудником Дудник? Техник Дудник Так и так Дудника вызвать для объяснения С Ковальской не спускать глаз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть она скажет мне это в глаза Я требую очной ставки У меня нет желания доставить вам такое удовольствие Что вы говорили сегодня утром на пляже? Неужели вы думаете, что я, офицер, мог разносить военную тайну? Наоборот, я сделал все, чтобы она ничего не поняла Ах, вон как Что же вы сделали? Интересно Когда я собирался на работу Она с напишечкой сказала Что, мол, не спрашивает меня, куда и зачем я иду Так как это, вероятно, военные тайны Я ей ответил, что она правильно делает, не спрашивает меня об этом Так как это действительно военные тайны А она не делала попыток задержать вас на пляже? Не скрой от вас, товарищ полковник Я ей действительно нравлюсь Я нравлюсь женщинам Но когда она просила меня остаться на пляже Я категорически отказался Потому что я должен быть в 11.30 На аэродроме, то есть за час до вылетов И вы это и сказали? Ну да Не знаю Что страшнее, скрытый враг Или откровенный дурак Ведь вы ей все выболтали Все Даже день и час вылеты голубой стрелы Ну как же, ну ведь Ведь я же, я ничего не знал Я, я, я Поберегите слезы до вашей жены Может быть она просит вам эту грязную интрижку А теперь идите Я свободен? Да, свободны Но я надеюсь, что вас освободят от пиццерских погон Чтобы вы не позорили честь советского моряка Последнее слово Как мужчина с мужчиной Жена не простит Я прошу этот разговор оставить тет-тет-тет Между нами Ведь все же мы мужчины Уходите Немедленно КОНЕЦ Влитла Что делать? Что делать? КОНЕЦ 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 Пройдите, пройдите, гражданин, пройдите. Что? Виноват, пожалуйста. Я человек отпускной, свободный, а они... Я попрошу. Не понимаю. Не понимаю! Вот осудят вас на 15 суток за хулиганство. Тогда поймете. Я буду жаловаться. 15 суток, целых две недели. А что если... Да меня искать никто не будет. Говорят, там наголо стригут. Господи, а тебе что-то это? А? Да. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Исправьте Где затонул самолет, вам известно Да Идите точно по Компасу, Норд-Вест А где меня подберете? Квадрат в 5 Да, но это на полмили дальше от самолета А мы обойдем его вокруг И подберем вас у Зюидовой кромки квадрата Ну не забудь, что запас моего воздуха Хватит, хватит С Богом корни Котов? Хорошо Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Эхо пели 65 Дистанция 30 Обнаружил подводную лодку Боевая тревога! КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, как она сыграла? Костюмчик? Походочка. В глазах тоска. Мхаты только. А ребята не переиграли? Что вы, товарищ полковник, как в американском кино. Ходили по пятам, чистили ботиночки, кушали мороженое. Молодцом, старший лейтенант, молодцом. Повыходит на свободу, она постарается связаться со своим хозяином. Он нам нужен. Забелил и знов сады рясни в полках. Пишни, яблуни, удаля, голуби. Заспевали, заспевали на заставе. Песня. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон»